Бродящий. Бродящий, бродящий. Ну то есть вот это поведение. Мужчина, вот он бывает гулящий, бывают бродящие, бывают пьющие, курящие, гулящие, то есть играющие. Ну то есть, это поведение у мужчин трудноменяемое. То есть у каждого мужчины какая-то брешь есть внутри. Надо разгадать, потянешь ты это или нет в жизни. Стало бы очень лучше относиться. Прямо у них как-то отношения восстанавливаются. Как-то вот дом стал лучше. Принеси. Так. Но, тем не менее, у нас получилась такая ситуация два месяца назад. И он, ну, вот, все, я уже. О, это понты. Понты. Да. Ну, понятно. Сама у меня, да? Я не была, я не могу сказать, что я не могу. Уходи, да. Ты же хотел уходить, ну вот, уходи. Со сломанной ногой. Вот это супер, когда вот с мужчиной так, он начинает ценить. Это реально. Можно в шутку так сказать. Ты уходи, ну, уходи. Чего ты сейчас-то не уходишь? Нет, не так надо, неправильно. Надо сказать, вот что, со сломанной ногой-то не уходишь. В шутку так. Тогда он ушел, а потом будет сломать. Он ушел. И пришел лечиться к вам, да? Нет, он пришел. Ну, как бы там, понимаете, все, он как бы в форменной связи. Ага. А, вот так, да? Тогда тянуть надо. Вот, и значит, я ему сказала, ну, хорошо. Ты, грубо говоря, поставила мусор, я говорю, вот, ты думаешь, да? Какого-то тебя? Не, не маленький срок, не надо. Нет, надо сейчас срок ставить. А, и условия что? Ну, если уж он там, чтобы вещи-то забрал. Не, не надо, не. Вы нервничаете, это уже неправильно. Нужно терпеть. Молиться, терпеть. Если он вам звонит, хорошо, как вы разговариваете. Если мужчину повело, надо по-доброму с ним, тянуть его. Когда пришел, пилить. Ушел, тянуть. По-доброму. Пришел, чуть-чуть воспитывать, подпиливать. Чтобы он, как бы, ну, когда он ушел, его не надо воспитывать. Ушел, не надо воспитывать. Ну, ушел же, все, что его воспитывать? Есть связь, контакт, есть, используйте контакт, чтобы тянуть. По-ласкому себя ведите, по-доброму, как бы, все. Чтобы его тянуло назад. Пришел, дальше воспитывайте понемножку. Чем сильнее привязать, тем больше воспитывайте. Ну, так получается, что, ну, я по-доброму с ним, он с раду вас, я опять к маме. И вот, у меня уже так замокало, что, ну, уже не хватит, уже и оставить в покое. Так его давно надо было оставить в покое, но не бросать. Стать самодостаточным нужно, самодостаточным. Думайте о Боге. Силу в Боге найдите свою. Боге силу найдите. Вы станьте сильной. Ну, мужа не бросайте. Возвращайся. Все, будем жить. Но при этом вы не зависите от Него. И тогда вы можете ждать спокойно с Ним, общаться по-дружески, беседовать, спрашивать у Него советы. Мученик же нравится, говорит, советы. Будете спрашивать советы, что вы зависите от Него, показываете, Он будет возвращаться. Но проблема в том, что вы действительно Его теряете, потому что вы от Него зависите. Вы из-за этой зависимости Его возвращаете. А надо зависеть от Бога. Бог вам уже дал возможность побеждать судьбу. Он не может Вас сейчас бросить. То, что он к маме поехал, это все понты. У Вас уже есть 35%. Это очень большая сила. То есть, Он просто так нет оснований у Него бросить. Ваша судьба идет в другую сторону. Он не может Вас просто так бросить сейчас. У Вас уже очень сильная позиция. Но Вы слабы в отношениях. Вы потеряли себя в отношениях. Унижение. Нужно стать самодостаточно сильной, красивой. Женщина должна быть красивой в отношениях. Мужчина смотрит на Него, она такая... Вот знаете, как, допустим, люди знакомятся, почему мужчина выбирает какую-то девушку? Потому что ей так хорошо без Него. Она такая счастливая, довольная, у себя классно у Ней. И Он говорит, ты меня любишь? Она... Посмотрим. И Он добивается ее. Если бы она сказала, да, люблю. Ему это неинтересно уже все. Но если она такая, как бы, виляет с Ним хвостом, Ему интересно. Но не то, что она к другим убегает, а просто как бы показывает, что добивайся. Вот так надо и с мужем себя вести. Когда он умотал к маме. У нее к маме умотал муж. У нее муж не изменяет. Он хороший человек. Он просто... У нее муж, он... Да, впечатлительный. То есть он не может принять, что у женщины сильнее характер, чем у него. Часто мужчины не могут просто это понять, что у женщины характер сильнее. Он думает, женщина должна быть такая слабая, вся такая податливая. А когда он глубину женщины видит, что она такая сильная, как бы, непреклонная внутри себя. Мужчины часто не могут это принять. Они капризничать, начинают ломаться. Ну, просто ему тяжело с вами. Как бы он видит характер и не справляется. Устает, уезжает к маме. Надо еще человеку понять, в чем проблема. Может быть, вам надо научиться как-то посмиреннее себя вести с ним. Он тогда воспрянет, как-то станет покрепче ему с вами отношения строить. Женщины должны изучать отношения. Часто женщина вот естественно себя ведет, как она ведет себя в жизни, и перегружает мужа. Он не выдерживает. Надо стать помудрее, вдохновлять мужчину. Быть строго, если он обнаглел. Надо быть гибкой. Иметь силу внутреннюю и смотреть, управлять ситуацией. Обнаглел стать строгой. А так, как вы служите ему, он начнет благодарность испытывать. Он уже сейчас испытывает вам благодарность, поэтому вас не бросает, потому что вы вложили уже в отношения. Он уехал, но не бросает. Благодарен вам, поэтому общается с вами. Это значит, что он не может бросить. Благодарность не дает человеку бросить. Не беспокоится ни о чем. Вам сейчас лучше раздельно жить, потому что вы обретаете себя. Вы как бы успокаиваете, отдыхаете. Больше с Богом общаетесь, молитесь, развиваетесь. Поддержите добрые отношения с Ним. Не надо гордиться собой. Им условия ставить, типа, до октября, там, до ноября. Ну и как бы, что вы приобретаете? Ничего не приобретаете. Стать самодостаточной, сильной и не против, быть не против, чтобы вернулся. Но если вы тянете, он отказывается. Когда человека тянуть, он отказывается. То есть, если я вот сейчас кого-то тянуть начну, вы будете брыкаться. Вот, допустим, даже человек цветы мне приносит, несет цветы, мне дает. Я раз за цветы, ему не понравится. Вот он принес цветы, все хочет мне дать. А я раз и беру. Спасибо, давайте. Он скажет, нет. У меня такое было уже. Я специально провел эксперимент, людям показал. Девушка была согласна. Я говорю, давайте сейчас с вами проведу эксперимент. Она пошла мне цветы дарить. Она говорит, ну давайте. Я начал, подбежал к ней, такой, прям встал с места, побежал к ней, подбежал. Говорю, ну давайте, давайте цветы. Она говорит, я потом дам. И пошла садиться на место. Не согласилась. Тянешь, значит, обратная реакция. Тянешь, это привязанность, это не любовь, это жадность. Это эгоизм. Тянуть человека на себя эгоизм. Никогда так не надо делать. Всегда нужно дать свободу в сердце человеку. Но внутри молиться, чтобы сохранились отношения. Но и так же его не выгонять тоже. Это обратная сторона медаль. Пошел вон, иди сюда. Это все привязанность так действует. По-доброму относиться, любить, заботиться. Как у тебя дела, все хорошо, молодец, спасибо, будь счастлив. Но если ты привязан, ты не можешь так говорить. Тебе хочется ему что-то сказать такое, что он или пришел, или ушел, что-то надо с этим делать. Это ваша проблема, не его. Надо к Богу быть привязан, а не к человеку. Будьте самодостаточной, станьте самодостаточной. Не привязывайтесь к человеку. Вера в Бога означает на него надеяться, а не на человека. Человек тогда возвращается. Это чудо. Но так надо жить. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.